Минтранс усилит слэшку за дальнобойщиками Минтранс усилит слэшку за дальнобойщиками Требования к тахографам и установщикам оборудования ужесточат 2. Газета «Коммерсант» номер 39 от 5 марта 2019 года, СТР 5. Минтранс собирается ужесточить требования к тахографам, которые устанавливаются на грузовики и автобусы для контроля режима труда водителей Усилить контроль планируется и за деятельностью установщиков бортовых самописцев Министерство, считают эксперты, готовится к новым правилам дорожного движения Уже разработаны поправки, согласно которым профессиональный водитель не сможет находиться за рулем более 9 часов в течение суток Контролировать выполнение новых норм будут как раз тахографами Минтранс в рамках процедуры оценки фактического воздействия ОФС проанализировал собственный приказ номер 36 2013 года с требованиями к тахографам-приборам для контроля режима труда и отдыха водителей Требования оснащат транспортные средства бортовыми устройствами Напомним, распространяются на ипи-юрлиц, владеющих автобусами и грузовиками За управление машиной без тахографа водитель может быть оштрафован на 1-3 тысячи рубль Должностное лицо на 5-10 тысяч рубль По данным Минтранса, 760 тысяч транспортных средств оснащено бортовыми устройствами Сейчас в приказе содержится общее требование Тахограф должен быть оснащен датчиком движения, антеннами для приема сигнала GLONASS-GPS Сигналов мобильной связи Аппарат должен уметь фиксировать скорость движения автомобилей Координаты, переключаться между режимами отдых, готовность и работа При этом в Минтрансе указывают на недостатки действующей редакции приказа Отчет об ОВС размещено Regulation.gov.ru Один из них касается мастерских, которые занимаются установкой и обслуживанием тахографов Сегодня их более 1,2 тысячи Фирмы часто нарушают технологию, из-за чего приборы могут работать некорректно А измеряемые ими параметры подвергаются сомнениям Какой-либо ответственности за ненадлежащее выполнение работ установщики не несут Отмечают в Минтрансе Перевозчик, как правило, не обладает профессиональными познаниями Чтобы понять, качественно ли выполнены работы Пояснил твердый знак председатель Ассоциации Рустаха контроль Геннадий Мирошин Заниматься установкой приборов может По сути, любая компания достаточно подтвердить наличие помещения и оборудования Получит разрешение, говорит он Встречаются случаи, когда мастерские по договоренности с автовладельцами или водителями Подкручивают приборы, чтобы те уменьшали реальный пробег или скорость Поясняет господин Мирошин Если нарушения выявляются, то наказывается перевозчик Проверку тахографов на соответствие требованиям проводит только сам производитель Стороннего аудита не проводится, отмечают в Минтрансе Проверяется уровень криптозащиты прибора, говорит Геннадий Мирошин Остальной функционал не тестируется Никто не знает, насколько точно тахограф меряет скорость Координаты Какие в ПДД пропишут ограничения времени Чтобы решить проблемы, на которые указывает Минтранс Нужно создать подконтрольный государству реестр Из которого перевозчики могли бы выбирать гарантированно проверенные приборы их установщиков Считает Геннадий Мирошин Основная проблема для рынка чрезмерная дороговизна бортовых приборов Говорит координатор проектов Ассоциации дальнобойщик Валерий Войтко Установка стоит, по его данным, 35-40 тысяч Рубль Оценка Минтранса от 30 тысяч Рубль За один бортовой самописец Ежегодные затраты бизнеса на выполнение требований по тахографии достигают 65-90 миллиардов рублей Это обеспечивает доход двум-трем производителям и аффилированным с ними фирмам, говорит господин Войтко По его мнению, через 1-2 года государство может ввести новые требования к устройствам, и перевозчикам снова придется их менять Если органам власти нужен контроль за перевозками, маршрутами, ассортиментом перевозимых грузов То пусть за свой счет тахографы раздают и собирают с них информацию Отмечает эксперт Планируемое ужесточение требований Предполагает Валерий Войтко Связанное с планами ведомства описать в ПДД подробные требования к режиму труда и отдыха водителей Твердый знак рассказывал о разрабатываемых поправках Водителям грузовиков и автобусов запретят находиться за рулем более 9 часов в сутки Каждые 4,5 часа нужно будет отдыхать Контролировать новые правила будут с помощью бортовых приборов А с 1 ноября тахографы будут обязаны ставить владеющие автобусами и грузовиками физлица Соответствующий закон уже принят Иван Буранов